друзья рад всех приветствовать хотел бы продолжить тему удаленного контроля и управления котлами отопления на arduino судя по заинтересованности тема весьма актуальна и ее нужно развивать дальше сегодня коснемся вопросов подписчиков больше всего вопросов возникает по способа подключения какому-либо определенному котлу терморегулятора но это не разбираться в коде arduino что мне как-то если честно не очень легко дается это уже электрическая силовая часть и слаботочка по которой у меня вопросов и проблем не возникало при подключении поэтому все что знаю покажу расскажу передам вам свой опыт надеюсь он вам пригодится и так погнали все что будет сказано далее ребят будет относиться не только конкретно вот к этому терморегулятору на arduino по управлению через blink таким же образом вы сможете подключить в общем-то любой абсолютно любой терморегулятор замыкающий или размыкающий контакты но скорее замыкающий потому что на всех котлах в общем-то и управление используется по замыканию контактов то есть контакты замыкаются котел включается и прогревает теплоноситель но тем не менее можно будет даже подключить принципе и вот такие вот электромеханические терморегуляторы да почему бы нет без проблем все будет работать устанавливайте его там где нужна поддержка заданной температуры проводите провода до котла подключаете так как я объясню в этом видео и все у вас будет работать именно по температуре с этого датчика также таким же образом можно подключить и вот такие терморегуляторы дешманские с алиэкспресс ссылочку обязательно оставлю в описании это в данном случае в 1209 очень гибко настраиваемый терморегулятор то есть можно какие-то устанавливать тем временные задержки подкорректировать его показания то есть в минус или плюс там если есть погрешность задавать там режим работы охлаждения вместо обогрева и так далее то есть довольно гибко настраивается очень советую он даже по моему на каком-то 8-битном контроллере собран есть менюшка у него в меню заходите все меняете настраиваете и все работает единственное и так как у него аналоговый датчик то есть не какой-то цифровой там 18 до 20 до он имеет некоторые погрешности может быть там в градус чуть больше там до двух градусов где-то у него погрешность может быть но тем не менее на практике они работают и себя хорошо зарекомендовали второй вариант это конечно же модули санов это уже как альтернатива самоделки на ардуино санов тоже гибко очень настраивается подключается в купе с несколькими датчиками то есть по выбору в данном случае лучше всего подойдет 18 до 20 это чисто датчик температуры без влажности санов в данном случае это течь 16 есть также модель тех 10 из 10 ну 10 и 16 это ампераж который они могут выдерживать но санов ребят надо переделывать санов он выдает 220 вольт при срабатывании поэтому нужно его вскрывать лезть как бы выход от реле только сухие контакты выводить чтобы они не были связаны с 220 вольтами тогда у вас все будет работать ну что ж давайте ближе к теме к варианту подключения котлов а начнем мы с энергонезависимых котлов ну ребят сразу же скажу даже и не пытайтесь подключать такие козлы тем более если нет в системе циркуляционного насоса работать у вас как вы хотите не будет по комнатной температуре данная система с естественной циркуляции объясню просто-напросто почему потому что эта система работает только на высокой температуре теплоносителя и если даже вы сюда приколхозите каким-то образом терморегулятор и он у вас будет управлять вот этим электромеханическим управлением подачи газа то вы не обеспечите прогрев таким образом теплоносителя то есть он у вас будет остывать в итоге вы получите не до циркуляцию системы отопления в целом и просто-напросто в доме будет холодно то есть первые там две-три батареи будут прогреваться у вас последние они не будут прогреваться просто-напросто потому что у вас теплоносители он не будет нагреваться до нужной температуры работа в естественной циркуляции она обеспечивается за счет прогрева всего теплоносителя до высокой температуры даже выше 70 там что-то ближе к 90 градусов нужно прогревать вам поэтому сразу же можно сказать да эти котлы ставить невыгодно да и вообще в целом можно сказать это о всех котлах то что все котлы отопления управляемые по температуре теплоносителя они в любом случае будут потреблять газа и электроэнергии больше чем те котлы которые управляются по температуре комнаты автоматически и так идем далее перейдем к сразу к вопросу одного из подписчиков вот такой котел он включал это котел это какой-то эвберг на 380 вольт ну не эта модель вот а еще старее какая-то модель на нее я даже мануалов в интернете не нашел сможете даже и с таким столкнуться то что на котел не будет мануалов и нужно как-то будет схеме разбираться самому но тем не менее ничего сложного в этом нет сейчас я вам объясню все поймете смысл работы вот таких вот котлов очень простой в общем то терморегулятор здесь управляет пускателем так давайте другую фотку посмотрим вот эту поближе да то есть вот они внизу тэна это котел на 380 вольт установлены 3 тэна ну это маломощный скорее всего по 2 киловатта и настоя то может быть даже и меньше по полтора хотя я вижу цифру 7 и 5 возможно это общая мощность на все тэна ну не важно не в этом суть стоят 3 тэна три конца подключена на ноль и три конца на каждую фазу а за подается через все три фазы подаются через вот этот пускатель электромагнитный смысл работы как реле то есть обычно такие пускатели используются на включении асинхронных двигателей здесь 4 контактных группы используются только 3 одновременно включаются все три фазы тэна начинают греть стоит катушка на 220 вольт катушка вообще там у нее мощность вообще маленькое потребление там сила тока маленькая и катушка это включается терморегулятором то есть при достижении определенной температуры срабатывают контакты терморегулятора замыкают цепь включается релюшка тэна начинают греть во многих котлах еще сделаны отдельно выведенные автоматы или переключатели которые позволяют отдельно включать выключать каждый тэн и вы таким образом можете еще регулировать мощность котла то есть включить один тэн пока допустим там осень и не сильно холодно вот стало холоднее включили два там тема или три у вас котел быстрее прогревается соответственно больше нагревается теплоноситель и так каким образом подключать такой котел все очень просто данный вариант подключения котлу возможен как на твердотельном реле так и на обычной релюшки с сухими контактами то есть на вот таком китайском модуле ну давайте рассмотрим способ подключения на твердотельном реле смысл работы твердотельного реле прост оно просто напросто замыкает цепь при срабатывании то есть вот эти контакты нужно подключить просто напросто в разрыв цепи данного электромагнитного пускателя либо в разрыв цепи терморегулятора то есть отключаете вот эту клемму или эту клемму и таким образом у вас будет управляться этот котел то есть оставите терморегулятор на температуру побольше там 80 90 градусов там 70 не знаю зависимости от температуры вашем регионе и все после этого у вас котел начинает управляться внешним терморегулятором то есть какую установили температуру по таким установкам у вас и будет работать этот электрокотел да кстати насколько я вижу котел то вообще двухфазный подключена сверху три фазы на колодку уходят 2 хотя нет вот белый провод есть не заметил пардон от себя хотел бы добавить что есть небольшие ошибки подключения выбран кабель pvs маленького сечения сюда по-хорошему бы подвести четверочку из задействован если не полторашка вообще два с половиной но судя по мощности котла может быть этого и хватит да нет заземления то есть котел не за землем это плохо ребят вообще сразу же отмечу пока не дошли до котлов мы с электронным управлением заземлять котлы в любом случае надо некоторые котлы с электроникой могут даже не запускаться из-за отсутствия заземления так что читайте инструкцию подключайте обязательно правильно подключайте нормальным сечением рекомендуемым в инструкции то есть инструкции пишут не зря поэтому я бы сюда бы заземление прогнал подключил бы обязательно все-таки теплоноситель это вода она имеет свойство проводить электричество пробивает тэн можете получить фазу в руку на какой-либо батарее это не есть гуд не есть гуд идем далее перейдем к вопросу подключения вот таких электрокотлов с электронным управлением здесь стоит своя плата управления на основе данных с датчиков отдельно включается насос отдельно включаются тэн и в данном случае это про терм скат если я не ошибаюсь да протермы кстати ребят вообще хитро работают в автоматическом режиме то есть давайте к схеме перейдем будет более понятнее вот схема протерма как видите здесь отдельно стоит контактор на линии тэн из три линии на тэны и отдельно каждая тэна всего 6 тэн они еще эти тэны включаются своими релюшками и алгоритм работы там очень хитрый то есть чтобы не создавать нагрузку на электрическую сеть они как-то по отдельности там своем алгоритме включаются очень хитрая система и когда вы включаете работу на определенную мощность котла вы не нагружаете одну какую-то фазу да они работают как там по-своему ну ладно не будем вдаваться в подробности подключения таких электрокотлов а давайте рассмотрим вариант подключения терморегулятора внешнего на такие котлы в основном уже все электрокотлы и газовые котлы они предусматривают возможность подключения внешних терморегуляторов здесь есть уже контакты предусматривающие работу котла по внешним командам в данном случае ну на протермах это вот эта клемма подключения hdo то есть она предполагает работу о по внешним командам по замыканию вот этих данных контактов по умолчанию там стоит перемычка давайте перейдем вот на такой вид вот она вот эта перемычка перемычку убираете подключаете сюда внешний терморегулятор но в данном случае уже твердотельный реле не подойдет нужно устанавливать модуль работающий по сухим контактам то есть обычном реле и после этого котел уже переходит в режим работы по внешним командам то есть по терморегулятору но при этом конечно котел работает то есть он просто-напросто не включает тены насос работает по какому-то своему алгоритму то есть продолжает циркулировать теплоноситель дисплею котла работает все продолжает работать единственное он просто перестает у вас работать в режиме прогрева при этом на всех контроллерах также предусмотрена режима анти замерзания то есть даже если не будет подаваться команда о включении электрокотла то есть опустится температура там что-то ниже пяти градусов он в любом случае включится и будет прогревать теплоноситель то есть чтобы вода в системе не замерзла вот этим ребята котлы с электронным управлением в общем-то хороши то есть если у вас что-то произошло с терморегулятором в любом случае котел не даст системе накрыться то есть вода не замерзнет нам ну и в обратном смысле тоже то есть если терморегулятор постоянно будет подавать команду о прогреве системы котел будет работать теплоноситель греть там до какой-то определенной температуры и в любом случае будет отключаться тоже аналогичным способом также подключаются и газовые котлы отопления в общем то ничего сложного нет если есть электронное управление в любом случае там должна быть предусмотрена возможность включения внешнего терморегулятора по сухим контактам то есть путем замыкания размыкания на клемме контактов вот конечно можно встретить еще котлы которые там но это такие древние котлы давно они шли не помню марку в общем они подключались фирменные терморегуляторы по четырехпроводной схеме они подключались то есть отдельно две жилы питания отдельно две жилы там какая-то цифровая шина данных вот можно встретить такие котлы но тем не менее организовать автоматическое управление по сухим контактам в любом случае можно еще ребят такой нюанс будьте внимательны при подключении на некоторых котлах вот на эти контакты подается высокое напряжение то есть там что-то порядка 100 вольт может подаваться почему вы можете с таким столкнуться но некоторые котлы и предусматривает возможность сюда подключения какого-либо фирменного терморегулятора и одновременно на эти контакты подается питание для этого регулятора и котел управляется как бы тупо шунтированием данной линии терморегулятор с этой же линии берет и питание как бы и при срабатывании он просто-напросто шунтирует эту линию на этой линии на сколько-то вольт падает питание таким образом котел обнаруживает срабатывание терморегулятора поэтому будьте внимательны при подключении котел лучше полностью отключать то есть может тряхануть от этой линии так неплохо причем постоянным током следует еще раз отметить что перевод системы в такой режим дает неплохую экономию на электричестве и газе солярии там на чем еще котлы работают а данные ресурсы как вы знаете у нас не дешевеют так что основываясь на данных выводах вам принимать решение ставить ли терморегулятора или нет тем более что скоро зима я думаю она все-таки начнется с вами был ваш технарь виталий желаю всем тепла и уюта вашем доме всем пока и и и Продолжение следует...